Казалось бы, во время Великой Отечественной войны в Советской армии не было подразделения, которые обошли бы вниманием авторы многочисленных книг и фильмов, повествующих о трагических днях войны. Однако, как ни странно, подобные подразделения существовали. О частях специального назначения, получивших среди военных названия истребители бункеров, до сих пор известно лишь только профессиональным военным историкам. Всем привет, меня зовут Сергей Локтин, и в этом выпуске я расскажу вам про советский спецназ на Великой Отечественной войне. В сознании рядового обывателя сапер, это человек с металлоискателем, медленно, шаг за шагом прокладывающий дорогу по минному полю. Тем не менее, во время Великой Отечественной войны существовали представители этой профессии, в чью задачу входило обезвреживание не мин, а целых укрепленных районов противника. Официально данные военные подразделения именовались как штурмовые инженерно-саперные бригады, резерва верховного главнокомандующего или попросту истребители бункеров. Как известно, во время Второй мировой войны немцы показали себя большими любителями создания различных хорошо укрепленных огневых точек, дотов, дзотов и бункеров. После того, как Красная армия в 1943 году перешла в наступление, данные немецкие укрепрайоны доставили множество проблем советским солдатам и командирам. Во время их штурма войска несли большие потери. Для истребления подобных наземных и подземных укреплений, по распоряжению командования были сформированы штурмовые бригады истребителей бункеров. В их задачу входило уничтожение долговременных укрепленных огневых точек противника. Как правило, это были доты из стали и бетона, окруженные по периметру несколькими рядами заграждений из колючей проволоки и минными полями. Прямо за ними располагались артиллерийские батареи, либо моторизированные подразделения врага. Борьба с подобными укрепрайонами являлась первоочередной задачей, возложенной на истребителей бункеров. Самое интересное, что идею создания штурмовых инженерно-саперных бригад советское командование позаимствовало у немцев, обладавших аналогичными воинскими подразделениями во время Первой мировой войны. Первые 15 штурмовых бригад были созданы весной 1943 года, причем их личный состав набирали исключительно из технически грамотных и физически выносливых бойцов Красной Армии. После разведки, осуществляемой специальной инженерной ротой, составлялся подробный план укрепрайона немцев, а затем разрабатывалась стратегия его захвата. Первыми в бой шли штурмовые батальоны. На каждом из бойцов был надет металлический аналог бронежилета, который должен был предохранять война от пули и осколков снарядов. За спиной в мешке каждый штурмовик нес взрывчатку и все необходимые принадлежности для ее подрыва. Кроме того, бойцам выдавались связки гранат и бутылки с коктейлем Молотова. Впоследствии на вооружение штурмовиков поступили ранцевые огнеметы. Из огнестрельного оружия военнослужащие были снабжены автоматами ППШ и противотанковыми ружьями. Нести на себе столь внушительный объем вооружения было непросто, тем более во время атаки, когда передвигаться приходилось абсолютно перебежками. Во время атак штурмовых инженерно-саперных бригад никогда не было слышно криков «Ура!». В атаку они шли молча. Штурмовикам было необходимо по возможности как можно тише подобраться к немцам и уничтожить их. Аккуратно пройдя сквозь минные поля и ряды колючей проволоки, красноармейцы достигали немецких укреплений, а затем их подрывали. В том случае, когда взорвать выбранный для уничтожения объект не предоставлялось возможным, амбразуры дота или вход в бункер забрасывались гранатами и бутылками зажигательной смесью. Большой удачей было обнаружение вентиляционных шахт, которые тут же подрывались, вынуждая защитников бункера выйти наружу. Мало того, если можно было приблизиться к укрепленному строению стыла, бойцы штурмовых бригад взрывали стены с помощью взрывчатки, создавая себе проход для уничтожения личного состава огневой точки немцев. Особенно хорошо проявляли себя штурмовые инженерно-саперные бригады во время уличных боев на территории городов Германии, когда каждый дом представлял собой хорошо укрепленную крепость. Начальство было настолько довольна работой штурмовиков, что попыталось применять данные подразделения практически на всех наиболее напряженных участках фронта. К сожалению, после окончания войны, а именно в 1946 году, данные подразделения были расформированы. Причиной стала уверенность военного руководства страны, что следующая война будет ядерной, во время которой истребители бункеров уже не понадобятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...